Обязательно расскажу очень коротко о компании, о ее истории, о продуктах обязательно, естественно, потому что достаточно сложно предложить, конечно, заказчику оборудование, если ты не до конца понимаешь, какие потребности оно может закрывать, в чем его преимущество и так далее. Расскажу о партнерской программе, о том, что мы как производитель делаем для повышения лояльности потребителей, для узнаваемости бренда на рынке, для вас как наших партнеров. Расскажу о специальных предложениях, программах и так далее. И, наверное, самая интересная, самая обширная часть нашей сегодняшней встречи, это будет посвящена кейсам, разбору успешных примеров внедрения нашего оборудования в рынок. Собственно, наверное, начнем. Gigaset. Скорее всего, сегодня мало кто уже не знаком с нашим брендом, но, тем не менее, нужно небольшой шаг в историю сделать. Меня достаточно часто спрашивают, существует ли связь между Siemens и Gigaset или Gigaset и Siemens. И, вы знаете, откровенно ответа на этот вопрос нет. Потому что, с одной стороны, да, потому как в свое время из компании Siemens вышло два подразделения. Первое из них – Unify, которая сфокусировалась на производстве и продаже решений для бизнеса. И второе – компания Gigaset, которая сфокусировалась на потребительском сегменте. А скорее даже немножко наоборот, потому что вместе с Gigaset холдинг Siemens покинула еще и фабрика, которая до сих пор принадлежит компании Gigaset, на которой наше оборудование производится. Собственно, зачастую мы слышим, что сделано в Германии, сделано в Германии. Такие примеры не особо позитивные существуют и в нашем рынке, в рынке телекоммуникаций, но также они существуют и в рынке потребительской техники, когда компания регистрируется за рубежом, а производство, не знаю, там в одной из европейских стран, а производство находится в Китае. С компанией Gigaset ситуация в корне другая. Дело в том, что наша фабрика, о которой я уже говорил, находится в городе Бохольд, неподалеку от города Дюссельдор в Германии. Я думаю, что мы последний, наверное, производитель на территории Европы, чье производство находится на территории Европы. Итак, значит, связь все-таки между компанией Siemens и Gigaset существует, но, к сожалению, а может быть даже к счастью, в прошлом. Так вот выглядит наше производство. В центре вы видите фотографии, на которой запечатлен завод и вот это здание. Не знаю, видно ли мою мышку. Это здание, это как раз и есть сама фабрика, а вокруг него находятся складские помещения и административное здание, там же, где находится центр R&D. Может показаться, что фотографии делались в выходной день, потому как работников практически на фото не видно. Дело в том, что наш завод практически полностью автоматизирован и человеческий труд используется только для того, чтобы контролировать работу машин, работу всего этого конвейера. И на последнем этапе люди, в случае, если машина браковывает коробку с продуктом по какой-либо причине, люди эту коробку разбирают, понимают, в чем причина, почему браковка произошла. Я не знаю, там не вложилась инструкция, либо зарядное устройство, либо батарейка и так далее. И уже, значит, перенаправляют этот неполноценный продукт на доработку или до заполнения его. Я прошу вас обратить внимание еще немножечко на центральную картинку, потому как мы обязательно к этому вернемся вопросу в секции про сферы применения. Хочу обратить внимание на то, как выглядит обычное производство. В первую очередь, это само производственное помещение, как я уже сказал, плюс складские помещения и плюс то здание, где находится администрация, бухгалтерия и так далее. Мы к этому еще обязательно вернемся. Для кого наша продукция? Вы знаете, на самом деле, такой очень широкий ответ, потому что заключается в том, что она абсолютно для всех. Скорее всего, вы знаете компанию Gigaset не только по профессиональным решениям для бизнеса, но, как я уже говорил, по аппаратам, которые относятся у нас внутри компании, по крайней мере, к потребительскому сегменту. Наша доля, средняя доля в России, да и, наверное, в мире, составляет порядка 25% в потребительском сегменте, что означает, что в каждом четвертом домохозяйстве, хочешь не хочешь, а были наши аппараты. Плюс наша пенетрация или наше применение в корпоративный сегмент началась задолго до запуска Gigaset Pro, потому как на многих предприятиях или во многих компаниях я достаточно часто встречаю наши потребительские трубки Gigaset из потребительской линейки. А возвращаясь к вопросу, для кого? Абсолютно для всех. Почему? Потому что, наверное, самый маленький наш проект – это одна N510 плюс привинченные к ней потребительские трубки, а самый крупный проект на текущий момент у существующих – это один из распределительных центров компании «Озон», площадь которого составляет порядка 25 тысяч квадратных метров. В ходе реализации были задействованы порядка 130 базовых станций и свыше 100 трубок. На текущий момент это самая большая система, которая внедрена в Россию. При этом возможности, о которых я расскажу отдельно, достигают 20 тысяч абонентов для микросотовых систем N870. Коллеги, вот здесь будет ссылочка. Я уверен, что Энрика и коллеги из IP-матики обязательно поделятся этой презентацией. Я хочу ваше внимание на нее обратить. Дело в том, что здесь находится очень подробная информация о продуктах, о компании, не знаю, там фотографии, для того, чтобы вы могли разместить их на вашем сайте в разделе «Гигасет». Лайфстайл фотографий, описание, мануалы и так далее. Для ваших технических специалистов это просто must-have ссылочка. Модельный ряд «Гигасет Про». Из чего же он состоит? Мы достаточно долго были в некоторой степени ущемлены. Дело в том, что «Гигасет», как, скажем так, один из основополагателей формата DECT, крайне популярен благодаря своим беспроводным трубкам. На нашей фабрике производятся, не знаю, десятки или сотни тысяч аппаратов ежегодно, именно в потребительском сегменте. А те пресс-формы, которые мы используем для потребительских аппаратов, также могут быть использованы для и профессиональной линейки. Во что это влияется по факту? В то, что стоимость для нас, как производителя, одной трубки значительно ниже, нежели у большинства наших конкурентов. Что делает трубки крайне бюджетными, конкурентоспособными, при этом с максимальным немецким качеством. Итак, мы страдали на протяжении длительного периода времени от отсутствия полноценной линейки. А что я называю полноценной линейкой? В первую очередь, это, наверное, микросотовые системы, которые есть у мало кого из производителей. Вторая часть, или, наверное, даже большая часть, это все-таки проводные IP-аппараты. Вот буквально 2-3 года назад мы запустили линейку, и теперь я могу сказать, что модельный ряд Гигасет покрывает абсолютно все нужды. И вот, как я уже сказал, от одной N510+, одна-две трубки, и заканчивая крупными проектами для госсектора или крупного бизнеса. Дальше мы поговорим чуть подробнее о продуктах. Я, наверное, хотел бы сделать небольшой шаг назад. Я не знаю полностью, скажем так, уровень компетенции в сфере телекоммуникации и микросотовых систем для тех, кто к нам присоединяется впервые, буквально прям на пальцах, наверное, для понимания, что такое микросотовые системы есть. Наверное, для того, чтобы описать, что такое микросота, я воспользуюсь аналогом мобильной связи, потому как для всех она понятна, большинства, по крайней мере. То есть для того, чтобы организовать мобильную связь, не знаю, в городе или между городами, необходимо разместить на столбах, которые мы видим, не знаю, в любом городе, базовые станции, и, собственно, за счет расширения или увеличения количества базовых станций увеличивается зона покрытия. В принципе, микросотовые ДЭК-системы построены по такому же принципу. Единственное, что зачастую мобильная связь, она используется, не знаю, в городе, на открытом пространстве, то ДЭК-система микросотовая используется скорее чаще внутри помещений для того, чтобы обеспечить беспроводную связь сотрудников на территории заказчика. То есть если вы, например, в складское помещение, вам необходимо, чтобы, не знаю, администратор склада прошел из одного угла территории в другой и оставался на связи, то есть мог осуществлять беспрерывный звонок, для этого как раз и микросотовые системы и подходят. Сингл-сота. Сингл-сота отличается единственным моментом, что она не расширяется за счет базовых станций, а за счет репитеров. То есть количество или емкость системы не увеличивается, количество абонентов, извините, внутри системы или емкость системы не увеличивается, но увеличивается зона покрытия. В то время как при использовании микросотовых систем при подключении дополнительных базовых станций увеличивается как абонентская емкость, так и площадь покрытия. Чуть подробнее, наверное, о всех продуктах. Это слишком перегруженный слайд. Хочу, чтобы обратили внимание на строчки 2, в которой, собственно, опять-таки понятно, что есть системы на одной соте до 6 абонентов, и заканчивая N870, где 6 тысяч абонентов. И строчка 4, там, где количество трубок или количество абонентов указано, для сингл-сотовых систем это 6, и для N870 в максимальном, скажем так, ее развертывании это 20 тысяч абонентов. По статистике порядка, наверное, все-таки в среднем каждый третий или даже четвертый абонент является мобильным внутри офиса или, я не знаю, государственного какого-то предприятия, что означает, что с использованием N870 на ее максимальной возможности можно подключить небольшой город. То есть 20 тысяч беспроводных абонентов и порядка 60 или 80 тысяч проводных абонентов. Для понимания, такие предприятия у нас, к счастью, в стране и есть. Это какой-нибудь тот же самый Зербанк или завод Автобаз, завод КАМАЗ и так далее, с которыми, кстати, мы уже, с большинством из которых мы уже сотрудничаем, потому что наше оборудование поставляли. Значит, остановимся на модели N510, с нее и начнем. Зачитывать я не буду, наверное, смысла никакого и не имеет. Четыре параллельных вызова, самое главное, шесть трубок. Возможность подключения попоя, это означает, что вы можете, то есть конечный заказчик может сэкономить на приобретении блока питания. Плюс, самый, наверное, для меня очень позитивный момент в этой системе, это наличие ТР-69, того протокола, при помощи которого реализовывается зачастую автопровижение. Это нам очень сильно помогло в кейсе со Сбербанком, который, кстати, выбрал Гигасет, как одного из поставщиков телекоммуникационного оборудования в своих офисах и отделениях. На минуточку напомню, что у них порядка 15 тысяч отделений, и вот уже, наверное, в 5 тысяч мы поставили. Если вы себе представите офис Сбербанка, особенно в регионе, то, скорее всего, это будет 2, 3, 4, максимум, наверное, 5 или 10 даже сотрудников на достаточно территории, которым половине, наверное, максимум, из которых требуется возможность передвижения по офису. Главная проблема в том, что отделение Сбербанка находится даже в очень маленьких городах, содержать штат IT-специалистов, в которых просто экономически нецелесообразно. Как раз наличие функции DR-69 позволяет воткнуть, давайте уж на пальцах буду говорить, воткнуть интернет в N510, чтобы она подгрузила все настройки необходимые. Собственно, при помощи этих простейших манипуляций важного абонента подключается к общей системе, которая, в свою очередь, может быть отмониторена и даже настроена одним IT-специалистам, которые находятся в центральном офисе компании. То есть один человек имеет возможность во-первых, автоматически настроить всю систему, и все там, не знаю, 20 тысяч абонентов, и плюс еще провести дистанционный мониторинг и настройку работоспособности системы. Помимо этого, на этой... К этому вернем чуть позже, потому что... Нет, все верно. Помимо этого, у данного аппарата есть еще одно такое интересное применение. Дело в том, что мы, как производители, готовы пойти на такой, значит, наверное, все-таки важный шаг для конечных заказчиков, особенно для крупных заказчиков, для кого это важно. Это возможность нанесения логотипа в компании на аппарат, как внешне, так и, скажем так, софтверно. Этой возможностью воспользовалась компания Ростелекома, это, сами понимаете, крупнейший оператор России, который использует наше оборудование для дальнейшего продажи в рынок своим корпоративным клиентам. Собственно, что мы сделали, это мы для того, чтобы удешевить максимальное это решение, потому как здесь появляется дополнительное колено в лице Ростелекома, мы объединили содовую систему N510 и потребительскую трубку C530H, которую вы, наверное, знаете, и продаете ее тысячами, если не десятками тысяч, это крайне крупная труба. Собственно, аппарат стал значительно ниже в костах для нас, для Ростелекома, для конечного заказчика. Собственно, этим же мы предлагаем пользоваться и вам, в случае, если у вас есть крупный какой-то заказчик, и вам необходимо, не знаю, как-то, как-то стать ближе к нему, либо создать какую-то определенную строку в тендерной документации, то вы можете обращаться ко мне. Мы готовы сделать брендирование, нанести логотип заказчика на базовую станцию, на саму, как это сделано на слайде, на трубку, и плюс еще готовы сделать всплывающее окно, не знаю, там, с логотипом во время загрузки. При этом мы не накладываем какие-то безумных требования на этот процесс. Это 5000 штук аппарата в течение трех лет ваш конечный заказчик должен выбрать. Обычно у производителя это 3000 сразу, 5000 сразу и одной поставкой. Мы прекрасно понимаем, что это достаточно сложно, потому что такие процессы перехода на IP или, я не знаю, там, полные смены телекоммуникационного оборудования, это такие достаточно затратные мероприятия, поэтому мы понимаем, что переход проще осуществить в несколько этапов. Это же будет относиться и к нашим микросотовым системам. Я, наверное, буду немножко делать такие отступления в ходе презентации, чтобы просто не забыть. Дело в том, что, как я уже говорил неоднократно, десятками тысяч продавались и продаются наши потребительские трубки, которые значительно дешевле, чем наши профессиональные трубки. И здесь преимущество GIGASLET над прочими производителями заключается в том, что вы можете эти консюмерские трубки в дальнейшем повесить на нашей профессиональной базовой станции, чем вы значительно удешевите сам процесс, сам процесс и проект для конечного заказчика. Для кого-то это хорошо в том плане, что не потребуются большие инвестиции. Некоторые партнеры жалуются на это, говоря о том, что вот хотелось бы, конечно, профессиональные трубки продать, но заказчик знает о том, что можно провести потребительские. Тут все зависит от конечного заказчика, от его кармана. Причем при использовании потребительских трубок с профессиональными базовыми станциями GIGASLET, к сожалению, конечный заказчик все-таки теряет. А теряет он именно возможность роминга, извините, не роминга, доступа к общей адресной книге, перевода звонков, истории звонков и так далее. То есть потребительские аппараты GIGASLET связываются с базовыми станциями GIGASLET по GAP, то есть работа осуществляя через GAP, к сожалению, этот режим сильно ограничивает возможности. Поэтому мы, естественно, рекомендуем всегда использовать только профессиональные базовые станции с профессиональными трубками GIGASLET PRO, но, тем не менее, такая вот, скажем так, лазейка есть, как для вас, для ваших заказчиков. Что у нас дальше? Сейчас посмотрим. 720. Наверное, самая популярная модель GIGASLET, и дело не только в цене, она потому что стоит всего 400 евро для конечного заказчика. Дело в том, что модель вышла, не знаю, там, порядка шести лет назад, и большая часть всех реализованных нами проектов была как раз на 720. К сожалению, у нее есть ограничения, а именно 30 параллельных вызовов, ой, извините, да, 30 параллельных вызовов и до 100 оппонентов на систему. Соответственно, ограничения как, скажем так, по площади, так и по количеству абонентов существуют у данной системы, но, тем не менее, модель крайне стабильная, проверенная уже, не знаю, годами и тысячами проектов, поэтому от нее мы не отказываемся. Она также остается в линейке GIGASLET, несмотря на то, что вышла, скажем так, гораздо более продвинутая система, а именно система N870. О ней чуть позже, потому что сейчас два слова N670 – это синглсотовая система второго поколения, то есть давайте, наверное, разделим пополам. У нас есть синглсотовые системы – это N510 и N670, и у нас есть микросотовые системы – это N720 и N870. Значит, отличие основное 670 от N510 – это 20 абонентов, 20 учеток и так далее, но самое важное, что ее можно апгрейдить при помощи софта до микросотовой системы в режиме Deck Manager. О режимах Deck Manager, наверное, я сейчас расскажу, потому что это тоже одно из ограничений системы N720, пока я не забыл. Дело в том, что архитектура самой этой системы N720 выглядит следующим образом. Первый компонент – это N720 Deck Manager, это, скажем так, мозги системы, которые не выполняют функцию базовой станции, которые, то есть Deck сигнал не раздают, а являются только менеджером, управленцем всех базовых станций, которые вы используете. В системе N870 мы от этого понятия Deck Manager максимально попытались уйти. И в случае, если ваш проект включает в себя до 10 базовых станций, то одна из базовых станций готова выполнять функцию и Deck Manager, то есть управленца всеми базовыми станциями, и базовой станции, то есть раздавать Deck сигнал, и на нее же можно повесить трубки. При этом, давайте еще раз я сразу, наверное, скажу, потом еще что повторюсь. Дело в том, что мы запустили промо. Промо заключается в следующем. При покупке одной N720 ДМ четырех базовых станций N720 IP и 10 трубок R или SL вы получаете N720 ДМ в подарок. Если еще проще сказать, то экономия для конечного заказчика 400 евро, либо в случае, если вы такой хороший сейлс, то вы можете 400 евро оставить внутри своей компании, предложив, скажем так, N720 конечному заказчику. При этом мы не обязываем вас транслировать за эти дисконты, поэтому на ваше усмотрение, как вы будете этими суммами распоряжаться. Но тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, что такое промо есть. Запустили мы его просто потому, что понимаем, что в случае, например, четырех или пяти базовых станций у заказчика стоит такой очень серьезный вопрос в голове. 400 дополнительных евро просто за балалайку, которая даже базой не является. Именно поэтому мы запустили и промо, и, собственно, в 870-е у нас уже такого понятия как деканеджер не существует, там, где небольшое количество базовых станций. При этом все-таки в 870-е тоже свои моменты есть, о которых расскажу чуть позже. Значит, о лицензировании и апгрейде 670-е все достаточно просто. 130 евро стоит сама базовая станция. При помощи софта она апгрейдится до DM-а 870-е. И в случае роста бизнеса заказчика вы просто, скажем так, он апгрейдит ее до 870-е, закупает дополнительные базовые станции, у себя воссоздает полноценную 870-е. Что же из себя представляет DM-870? Здесь, я думаю, что читать опять-таки смысла нет. Расскажу, как я, по крайней мере, это сам все понимаю. Дело в том, что существуют заказчики, у которых территории либо разнесены, либо представляют несколько зданий на одной территории. В этом случае в 870-е есть возможность создания нескольких кластеров. То есть предположим, что ваша компания представляет из себя один центральный офис, например, в Москве, а второй второстепенный в Санкт-Петербурге, либо наоборот, это не критично. И вам необходимо создать централизованную сеть между двумя этими компаниями. С N870 такая возможность у вас появляется. Вы можете объединить оба этих кластера, разместив базовые станции в Москве, назначив одну из них ТЭТ-менеджером и разместив по аналогии также базовые станции в Санкт-Петербурге или любом другом городе. Вы можете объединить все это в одну сеть, и ваш IT-специалист может управлять всем процессом, находясь в одном из офисов. При этом еще и сотрудники, которые перемещаются между офисами, могут взять с собой трубку и держать ее вне, скажем так, своего изначального офиса. Это удобно в случае, если, например, автосалонов, например, как мы это часто видим, они обычно находятся на трассе, на выезде из города, и находят расположенный в ряд. Зачастую они принадлежат либо одной компании, либо одному владельцу, и поэтому сотрудники между автосалонами Mitsubishi и Toyota передвигаются. Все названия, кстати, они не выдуманы, потому что с большинством автопроизводителей мы уже сотрудничаем, и уже поставили им наши системы в использование. Очень коротко о том, в чем основное различие, 250 трубок и 100 трубок, 30 базовых станций против 6000 базовых станций и так далее. Коллеги, если вам нужно будет более, скажем так, глубоко погрузиться в настройку микросотовых систем, в систему лицензирования, или у вас какие-то есть технические вопросы, то мы, во-первых, организовываем и уже организовывали на базе компании Appymatica вебинар, посвященный именно настройке, лицензированию и так далее. Вы можете к ним присоединиться, либо следить за обновлениями на сайте компании Appymatica, там обязательно все это будет выкладываться, вы сможете либо пригласить ваших тех специалистов, либо самим поучаствовать в этих вебинарах. Вот так, собственно, 870-е выглядит. Вот четыре режима, в которых она может работать, то есть как базовая станция, как DECT-менеджер и как DECT-интегратор, и плюс как DECT-менеджер и базовая станция в одну. Собственно, вот так вот в идеале, наверное, должен выглядеть офис, оснащенный оборудованием GIGASET. И вот здесь вы можете обратить внимание, и, наверное, уже задумались об этом. Одну секундочку. Уже задумались над тем, что GIGASET все-таки обладает одним небольшим недостатком, это отсутствием АТС. Вы знаете, как мы внутри компании обычно все недостатки превращаем в плюсы, и вот как раз в данном разрезе плюсом нашего оборудования является возможность его подключения к подавляющему большинству производителей, как хардверных, так и софтверных АТС. То есть я не хотел бы называть конкретные имена компании, я думаю, вы сами догадаетесь, но большинство производителей свои АТС работают только со своими базовыми станциями, либо свои трубки работают только со своими базовыми станциями. У GIGASET, как я уже говорил, вы можете как внутри потребительского сегмента и профессионального их объединять, так еще и плюс большой в том, что на наши базовые станции вы можете подключить трубки других производителей, которые поддерживают стандарт GAP. То есть если у кого-то есть трубки, у кого-то производителя с GAP, вы размещаете базовые станции, эти трубки вешаются на него, ну и, соответственно, по GAP работают в базовом функционале. Отсутствие АТС в нашем портфеле вынудило нас, наверное, приобрести вот это преимущество, а именно возможность быть совместимыми с производителями хардверных и софтверных, от 3CX до Unified, CISC и так далее. Соответственно, опыт таких внедрений у нас достаточно большой, а сами понимаете, что, наверное, это все-таки 99% всех внедрений, потому как старые Сименосовские или Гигасет АТС, они крайне редки. Что у нас здесь? В принципе, все то же самое. Я предлагаю, да, вот это вот, значит, требование для Гигасет Интегратора, потому что, например, если ваша компания или компания ваша заказчика представляет собой большое количество разнесенных офисов либо огромные территории, которые необходимо покрыть ДЕКТом, то вам потребуется такое понятие, как ДЕКТ Интегратор. Это софтверное решение, при помощи которого устанавливается на серверы, вот требования к серверу вы видите, они очень, скажем так, небольшие, и при помощи, значит, этой системы вы можете объединить до, по-моему, 60 кластеров в одну систему, то есть до 60 офисов могут работать под одной, скажем так, в одной большой системе. Единственное, что я бы хотел, чтобы вы основное помнили по поводу лицензирования Гигасет, это следующее. То, что у многих производителей вам ежегодно необходимо продлять лицензию на использование, не знаю, там, и количества базовых станций, как у некоторых производителей, у других производителей – это количество абонентов. В общем, вы ежегодно вынуждены продлять эту лицензию и, соответственно, какие-то инвестиции в свою телефонию сделать. С Гигасет ситуация несколько другая. Дело в том, что наши лицензии приобретаются единоразово и действуют на весь срок, не знаю, там, существования заказчика. Кстати, гарантия на наши оборудования составляет 2 года. Ну, это так, для понимания, в случае наличия крупного интересного заказчика мы готовы проговорить с вами увеличение этого срока гарантийного, если это поможет вам, скажем так, склонить его в сторону Гигасет. Возвращаясь к лицензиям, значит, лицензии покупаются единоразово, стоят они, опять-таки, крайне бюджетно. А если говорить, то средняя стоимость лицензии составляет, наверное, порядка стоимости одной базовой станции, это, наверное, 350-500 евро. В случае с прочими производителями стоимость лицензии доходит до несколько тысяч евро или долларов, кто в чем считает. Ну, опять-таки, хочу вас пригласить на технические наши мероприятия, где мы очень подробно об этом всем рассказываем. А сегодня все-таки, наверное, больше о кейсах хотелось бы всем послушать. Есть в нашем арсенале чемоданчик для радиопланирования. Что он из себя представляет и какие функции он открывает для вас как интегратора? В первую очередь он позволяет провести радиопланирование, целью которого является оптимальное размещение базовых станций на объекте заказчика. Бывают очень простые объекты, не знаю, там, первый этаж здания, в котором находится частная клиника или частный стандартологический кабинет. Тут можно, в принципе, на глаз сказать, что какое количество базовых станций требуется. Бывают объекты в несколько уровней, в несколько этажей, с бронестеклом, с лестничными пролетами, с сокольным этажом. В случае с такими проектами я вам настоятельно рекомендую все-таки использовать этот чемодан, тем более для вас он бесплатный. Вы можете приобрести этот чемодан, он стоит 800 евро у одного наших дистрибьюторов. Но при этом вы можете также его бесплатно запросить, если вы понимаете, что телекоммуникация не ваше, скажем так, не ваше ключевое направление бизнеса. Вы можете всегда взять его бесплатно в аренду у одного из наших дистрибьюторов или обратившись ко мне. Мы обязательно расскажем, покажем, как радиопланирование делается. В результате радиопланирования у вас будет план здания с отмеченными на нем точками, где базовые станции должны быть установлены. То есть вы проходите по территории, понимаете, где мертвые зоны. Особое внимание стоит обратить как раз на лестничные пролеты, на подвальные этажи, там, где плохо со связью с обычной. Кстати, давайте я еще один такой моментик сразу хочу прояснить. Я, как человек, который достаточно часто работает с заказчиками, знаю о всех тех моментах, в которых останавливаются покупки. Ну, понятное дело, помимо того, что нет денег, или коммерческий директор рассказал, что надо купить дешевле. Существуют еще такие более узкоспециализированные, когда именно про нашу, скажем так, про нашу ДЭК-тему, когда заказчик говорит, что да ладно, перестаньте, у меня он рации, и все довольны, и все счастливы. Второй говорит, мы давно перешли на мобильные телефоны, и у нас как бы все, всем мы счастливы, и всем все хорошо. Третий, не знаю, там, используют рации, или рации, я уже говорил, Wi-Fi-телефоны, и эти социалисты говорят, да зачем нам нужно еще ДЭК бросать здесь линию, когда у нас уже вот роутера раскинуты по всей территории, нам только нужно Wi-Fi-трубку купить, и, собственно, вот и вся задача решена. Давайте о каждом моменте чуть поподробнее начнем, наверное, с Wi-Fi-телефонов. Да, Wi-Fi-телефоны – это прекрасно, это чудесно, их можно, правда, повесить на существующую же Wi-Fi-сеть, и не требуется покупать базовых станций, но, к сожалению, срок службы батарейки или заряда единоразового у Wi-Fi-телефонов в разы ниже, нежели у ДЭК-т оборудования. Это я сейчас, скажем так, взрыхляю землю для всех производителей ДЭК-т направления, потому что это ключевое, наверное, отличие Wi-Fi-телефонов от ДЭК-телефонов. У нас это порядка 16 часов, то есть полноценно закрывается рабочая смена у сотрудников. Например, вы, если вы или, не знаю, ваш заказчик является, сотрудник заказчика, то есть является какими-нибудь следствием в автодилере, вот, обычно там 9-10 часов рабочий день, после смены сотрудник протирает, в случае, если это R650, мокрой тряпкой телефона, ставит его на базовую станцию, на зарядку на ночь, и при этом у него еще заряд остается. В случае с Wi-Fi-телефонами их хватает на 2, 3, 4 часа, 5, наверное, максимум, что, собственно, делает всю беспроводность, да, извините за такое выражение, системы бессмысленной, потому что тебе даже не хватает на то, чтобы поговорить в течение дня, и тебе нужно возвращаться к базовому блоку и заряжать телефон еще раз. Если мы говорим про рации, да, рации значительно дешевле, в разы, а иногда даже больше, чем в разы, нежели, не знаю, там, наши RDEX-системы, но, тем не менее, у рации есть один такой большой недостаток, это, наверное, их даже два все-таки. Первый – это конфиденциальность, то есть, представьте себе, вы идете по отелю, только готовы заселиться, и тут из рации уборщицы, не знаю, не самые благоприятные разговоры вы можете услышать, и заткнуть никак невозможно. В случае использования дек-трубки вы просто прикладываете к уху, и никто, кроме вас, вашего содержания, вашего разговора не слышит. Второй недостаток раций – это возможность использования их в шумных помещениях, там, где работает какое-то производственное оборудование, либо, в принципе, не знаю, там, на складском помещении, в складском помещении, то есть, когда идет погрузка автомобиля, тоже достаточно шумно разобрать, что там человек говорит, достаточно сложно. Если говорить о мобильных устройствах, то, если, значит, заказчик выбирает дешевые мобильные устройства, то они будут виснуть, глючить, я не знаю, там, а стоимость замены экрана в случае падения примерно сопоставима с самой стоимостью аппарата. Если заказчик выбирает продвинутые мобильные устройства, мобильные телефоны, то, к сожалению, стоимость их огромна. А если это умножить на 5000 сотрудников, например, в компании «Магнит», то сумма набегает очень даже серьезно. Ну, плюс еще, знаете, все-таки у мобильных телефонов есть такая неприятная функция исчезать. То есть, вроде как бы был, а после смены куда-то пропал. А это, опять-таки, требует дополнительных инвестиций. Случаи с нашими трубками, ну, или любыми дек-трубками, они привязываются к одной базовой станции, ну, и, собственно, они и служат. Их, конечно, можно перепривязать, но смысл, скажем так, нести домой такую трубку практически полностью отсутствует. Остальных трубках, их в нашем ассортименте на данный момент три. И буквально к концу лета у нас будет четвертая трубка, как раз сделанная на базе самой популярной нашей модели C530H. Она будет иметь несколько другое название. Но я могу сказать откровенно, что даже текущего модельного ряда более чем достаточно, потому что есть пылезащищенная, пылевлагозащищенная трубка R650. У нее стандарт IP65, ее можно в теории, можно с ней даже под душем некоторое время постоять. Но главная идея в том, что ее можно после рабочей смены, после использования, не знаю, там, масляными или пыльными руками просто протереть и поставить на док-станцию на защиту до следующего рабочего дня. Есть S650, она в середине, самая бюджетная наша трубка, 97 евро, она стоит для заказчика. Строгий немецкий дизайн, все функции, причем, кстати, функции практически все у них совпадают. Единственное, вот R650 и есть фонарик, да, в S650 его нет. В S650 есть Bluetooth эко-порт, насколько я помню. Значит, я вот сказал, у всех, наверное, такая улыбка небольшая прошла, зачем вообще на трубке фонарик? Я вам объясню, для чего. Если вы представите себе, что вы, например, не знаю, работаете на каком-то производственном предприятии, и вам необходимо что-то подсветить, ну, не знаю, там, ключ у вас упал под станок, и вы не понимаете, где он, или что-то куда-то закатилось, или вам, в принципе, нужно посмотреть серийный номер станка, а у вас руки все либо грязные, либо в масле, вот представьте себе, что вы снимаете перчатку, лезете в карман, достаете свой мобильный телефон, у вас еще хорошо, если сразу сработает сенсор, да, вы ввели свой пароль, нашли функцию фонарика, запустили этот фонарик, подсветили, у вас, в общем, времени потратить на огромное количество, вы сейчас без перчаток, у вас смартфон еще весь в масле, в случае с R650 вы просто достаете, ну, то есть снимаете его с, не знаю, там, с ремня своего, или где вам удобнее, где вы его храните, снимаете на функцию фонарик, и получаете то, что вы хотите, собственно, вы можете подсветить, посмотреть, показать что-то кому-то в темноте. Ну, и плюс еще, естественно, это такая интересная строчка для принаписания технического задания в конкурсе. Тоже защищает нас и вас, как производителя, вас, как интегратора в поставках. Дальше будет чуть подробнее о каждой трубке. Трубки, наверное, лучше всего один раз подержать в руках, да, чем миллион раз посмотреть. У нас также существует такое понятие, как демооборудование. Раз в год любой наш партнер может приобрести полную нашу линейку по одному аппарату за 50% стандартной стоимости. Для чего это используется? Для того, чтобы, знаете, это доказало свою эффективность, и не раз, когда ты приходишь, конечно, к заказчику, даешь ему нашу трубку подержать, он сразу понимает, что да, это правда сделано в Германии, потому что у R650, например, прорезинные кнопки, то есть там никаких нищелей, она не скрипит, не гнется. В общем, трубка просто великолепная. Вот я скажу вам абсолютно объективно, лучше трубок на рынке я пока не встречал. Есть, конечно, там разные, скажем так, возможности и уже реализованный кейс с этими трубками, но главный посыл в том, что за 126 евро для конечного заказчика абсолютно точно защищенную IP65 трубку на российском рынке найти невозможно. Есть там трубки с чехлами, ну это, так скажем, полумеры, как я это понимаю, либо есть трубки, да даже и китайские производители, которые будут стоить, ну как минимум, раз в полтора дороже. Собственно, это вот наш конек. И тут тоже останавливаясь на этой трубке, сразу хочу сказать, потому что сейчас у нас запущена промо, во все проекты, которые реализовываются, либо регистрируются до конца июня 2020 года, мы предлагаем эту трубку по цене 97 евро, то есть по цене самой бюджетной, с сохранением вашей канальной маржинальности. То есть если мы обещаем вам, чтобы зарабатывать 25%, то, собственно, вот эти 20% вы и заработаете, но с цены 97 евро, опять-таки, собственно, сэкономим для заказчика, либо немножко заработав за счет своих талантов. Следующая трубка S850, вот как раз ее выбрал для себя Сбербанк, компания, слава богу, не страдает от каких-то финансовых сложностей, скажем так, да. Трубка премиальная, она позволяет выделить руководящий состав либо менеджеров, либо владельцев компании на фоне остальных сотрудников. Наверное, многим из вас она напомнит, даже мобильный телефон, который в свое время там Siemens выпускал, Siemens SL45, по-моему, он назывался, Трубка очень интересная, софт-тач-покрытие приятное, плюс еще большой гигасет, но я об этом скажу отдельно на разборе кейсов, это возможность получать электронную почту на телефон. Как это применяется, расскажу чуть позже. Линейка Maxwell не самая, скажем так, популярная линейка на рынке в силу того, что с РРЦ на нее аппарат начального уровня 110 евро, в то время как у некоторых китайских производителей здесь сейчас есть решение уже и за 2, 3, там, и 4 тысячи рублей у нас путь немножко свой, но поверьте мне, когда вы берете его в руки, вы понимаете, почему именно 110 евро. Во-первых, немцы вставили металлическую скобу, вот эту подставку в нижнюю, и если вы в сердцах потянули за трубку и забыли о том, что вы все-таки привязаны к рабочему месту, аппарат останется на месте, в то время как какой-то там наш конкурент, не знаю, китайский или нет, просто вместе со всеми ручками, бумагами и прочим поедет по вашему столу и, не дай бог, упадет. Дьявол он в деталях, то качество пластика, которое используется в наших аппаратах, вот эта вот скоба, тот вот этот вот битой провод, все, конечно, все стоит на свои места, когда ставишь два аппарата рядом, наши и, не знаю, наших ближайших конкурентов. Более продвинутая с цветным дисплеем модель 149 евро. Вы знаете, да, ценник не самый низкий, но при этом я могу вам откровенно сказать, что своих заказчиков аппарат находят, особенно это нравится в крупном госсекторе, там, где люди еще помнят о связи Гигасета и Сименса, не знаю, там по АТС-кам или по, в принципе, по нашим беспроводным трубкам аппарат находит себя. Модуль расширения до 90 абонентов можно секретарю быстрый доступ дать, очень удобно, быстро и комфортно. MaxL10, к сожалению, модель синтеза с производства, у нас на складе осталось меньше 100 штук, тем не менее, очень интересный аппарат, и я думаю, что ему на смену уже в будущем году у нас будет что-то новое предложить. Аппарат был, я уже говорю в прошлом, потому что их не так много осталось, и аппарат, сожалению, не поддерживается, был на Android, Android 5.1.1, ну, сами понимаете, несовременный, но тем не менее стабильный. Можете посмотреть информацию на сайте, либо почитать, либо сделать мне запрос, я вам пришлю дата-шиты, может быть, кого-нибудь он заинтересует, но надежд на него мы больших не возлагаем, в силу того, что он просто снял с производства. Те аппараты, которые продаются как раз тысячами, а скорее даже десятками тысяч, A540 IP и C530 IP, и два эти аппарата, то есть все три вот эти аппарата, относятся у нас к потребительскому сегменту, но не сказать о них просто нельзя. Крайне популярные модели среди своих конкурентов, среди которых, наверное, осталось только Panasonic, модели очень интересные, рассказывать о них подробно смысла особого нет, вы, наверное, о них и так знаете. Еще раз ссылочка на то, где у нас все новости, фотографии, мануалы и так далее. Эту часть рассказывал, должен был рассказывать, извините, мой коллега Евгений Минаев, наш технический директор, запишите его контакты, потому что если у вас будут какие-то вопросы по технике, можете напрямую обращаться к нему. На этом Женя, часть закончена. Женя, спасибо тебе большое. Дальше мы поговорим про программу авторизации, про поддержку партнеров, про маркетинг. Очень-очень коротко. Мы, значит, пошли достаточно классическим путем. У нас есть вяля дистрибьютора, которые продают наше оборудование вам, как нашим партнерам. Вы, в свою очередь, как наши партнеры. У меня к вам есть две большие просьбы. Первое. Соблюдение рекомендованных рочечных цен. А я могу вам точно сказать, что если вы сейчас зайдете на Яндекс.Маркет, то увидите, что Яндекс.Маркет полностью соответствует нашим RRTC. Дистрибьютора можете запросить наш прайс-лист. Собственно, это достигается как раз за счет того, что мы ведем очень плотную работу с каналом, просим наших партнеров все-таки вот этим нашим просьбам следовать. Работаем с интернетом. Собственно, результат всему тому, то, что те заявленные нашими обещания по маржинальности в наших продуктах, они сбываются. В случае, если вы, соответственно, не демпингуете. Первая просьба, значит, соблюдение RRTC. Вторая просьба – это регистрация проектов. Это обязательный пункт. Почему? Потому что в случае, если проект зарегистрирован за вами, никто в данный проект поставить не может. Почему я говорю это с такой уверенностью? Дело в том, что, несмотря на достаточно классический путь, в котором мы пошли в Россию, наши дистрибьюторы не поддерживают сток по нашему оборудованию. Что это дает возможность? Какое это возможность открывать для меня? Во-первых, я вижу абсолютно все проекты. Во-вторых, я гарантированно знаю, что ни один дистрибьютор в обход производителя не осуществит поставку партнеру, и, в общем, проект не задублируется. Поэтому просьбе две. Пожалуйста, регистрируйте проекты и, пожалуйста, пытайтесь соблюдать рекомендованные розничные цены. У нас есть три уровня партнеров. Я очень коротко, потому что, скорее всего, с этой системой знакомы. Три уровня партнеров. Я вас всех поздравляю. Если ваш уровень на сегодняшний момент не является Silver или Gold, то вы, как минимум, после сегодняшнего мероприятия, то есть ваша компания, стали авторизованным партнером компании Gigaset. И это означает, что вы получите дисконт 25% в случае зарегистрированного вами проекта от любого из наших дистрибьюторов. Значит, в случае, если вы делаете больше пяти проектов в год и проходит техническое обучение по нашему оборудованию, то ваш уровень становится Silver, и дисконт от RRC составляет уже 30%. 10 проектов, высокая лояльность к бренду, и это золотой статус партнера, и это минус 35% от RRC. Что вот эти статусы, они между собой дают? Я пока переключу на следующий слайд, чтобы вы могли с глазами пробежаться. Здесь достаточно много требований, но основные я назвал все-таки. Первое – регистрация проектов. Второе – соблюдение RRC. Третье – реализация, или количество реализованных проектов. Что-то я хотел сказать, а вот из головы вылетело. Что же дает вот этот статус, помимо увеличения маржи с повышением статуса? Дело в том, что я и мои коллеги, мы также занимаемся работой и поиском конечных заказчиков, и дальше, так как мы как GIGASET не осуществляем поставки в конечных заказчиков, даже тот же самый Сбербанк мы грузим через партнера, мы передаем, скажем так, теплых конечных заказчиков нашим партнерам. То есть если я нашел какую-то компанию, как это произошло, например, в Казани, и там сеть в Эхатле, я просто передал партнеру с максимальным уровнем в этом регионе, и дальше он уже осуществил поставку. То есть там нужно было провести радиопланирование, или, возможно, оно уже проведено, пообщаться с человеком, понять до конца их потребность, посчитать количество базовых станций, сделать отгрузку. То есть это тоже достаточно большой плюс, потому что таких проектов, которые идут от нас, как от производителей, достаточно много существует. Преимущества для партнеров получаете вы, естественно, гораздо больше, чем даете. Извините за такое хамство. Но на самом деле это правда так, потому что мы, со своей стороны, мы печатаемся в разных СМИ, проводим огромное количество обучений, вебинаров до ситуации с этим вирусом. Мы каждый месяц, наверное, проводили по оригинальному мероприятию, где мы приглашали и конечных заказчиков, партнеров рассказывали, встречались. Я думаю, что с большинством из вас мы даже виделись лично. Интернет-портал, там тоже очень большое количество информации, разных каталогов, брошюр, которые вы просто можете запросить, либо у меня, не очень высокого качества, можете приехать к заказчику, показать, потому что там есть разборы и кейсов живых, например, опыт наш российский, значит, когда мы интегрировали или у какого-то автопроизводителя, автодилера, или наш европейский, и так далее. В общем, большое количество материалов разных полезных, интересных. Маркетинг. Есть у нас демокомплекты, о них будет отдельно. Есть у нас пилотные проекты, о них тоже расскажу отдельно. Генерация заказчиков. Это я уже говорил. Извините, секундочку. Демо программа. Как я уже сказал, один раз в год для того, чтобы вы могли иметь у себя и протестировать наше оборудование, или когда ваш менеджер по продажам едет заказчику, мог ему дать в руках, подержать нашу трубку, вы можете один раз в год приобрести вот такой комплект оборудования, причем привязки жесткой нет. Единственное, что понятно дело, что там больше трех базовых станций по демо цене я продать не смогу один раз в год. Но вот такой комплект, одна трубка по одной трубке каждого вида и три базовые станции, например, для тестирования, для того, чтобы проверить, что такое ровнень, что такое хендовер, вы можете раз в год приобрести. Существует также понятие, как пилотные проекты. Этот опыт мы использовали с такими сетями, как магнит и лента, и они доказали свою эффективность. Когда мы предоставляем полный комплект оборудования на один в случае с фуд-ретейлерами гипермаркет, а у нас это получилось на порядка пяти базовых станций и десяти трубок, на 30 дней мы предлагаем конечному заказчику взять наше оборудование, установить все на объекте, мы составляем список всех критериев, которые он будет тестировать. После прохождения всех этих критериев, или, скажем так, после галочек, возле каждого из критериев, он выкупает это оборудование. Подход этот очень интересный, и главное, он доказал свою эффективность не раз уже, потому что когда IT-специалисты или сотрудники посмотрели, потрогали, поняли, как это на самом деле удобно, комфортно, и что R650, например, и правда можно уронить на бетонный пол, она не расколется, им гораздо проще сделать решение в сторону приобретения нашего оборудования, ну или в принципе понять, что такое Олег, и с чем вы едят. Поэтому эти пилотные проекты я предлагаю вас использовать, обсуждать, естественно, можно напрямую со мной, всегда готовы сделать шаг в сторону вас. К сожалению, этот год, то есть это инфекция, которая сейчас распространяется, или пошла, надеюсь, на спад. Мы запускали программу ежегодно, в ходе которой один из, то есть наши партнеры могли посетить нашу фабрику для того, чтобы убедиться в том, что она на самом деле находится в Германии. Мы устраивали конкурс, я думаю, что результаты текущего года будут учтены следующим. Я боюсь, что сообщения с Евросоюзом до конца года маловеренно откроются, но тем не менее, если это произойдет, то у нас опять-таки состоится обязательно поездка, потому что Гигасет является одним из спонсоров Баварии Мюнхен, ну и, собственно, у нас есть возможность посетить фабрику, посетить один из матчей Баварии. Коллеги, немножко я затянул, давайте перейдем, наверное, к самим кейсам, где используется, для чего это нужно. Очень коротко еще раз, почему Гигасет Про, я уверен, глазами пробежали, потому что Гигасет очень круто и сделан в Германии и так далее. Где применяется оборудование? Автодилеры, автотехцентры 100. Почему? Потому что порядка, наверное, почему я начну с них, я имею в виду? Потому что порядка 25% всех проектов в 2018-2017 годах у нас проходило именно из этих сфер бизнеса. Почему? Потому что так исторически сложилось, что в этих центрах работает достаточно большое количество сотрудников, которым требуется а, мобильность, это менеджер, которые встречают заказчика на входе и проводят через весь зал, например, показывают автомобили или проводят с заказчиком достаточно много времени, садя с ним автомобиль, не знаю, подписывают документы и так далее, которые при этом обязаны находиться на связи, потому что новый клиент может позвонить и назначить встречу и заканчивая теми сотрудниками, которые работают на самой станции техобслуживания или на автомойке. Дело в том, что руки у них не всегда чистые, но не в том плане, что они какие-то коррупционеры, а именно в том плане, что у них руки могут быть в масле, они могут быть мокрыми, они могут носить какую-то специальную защиту для рук, я не знаю, перчатки или там что-то еще, какое-то оборудование, что не позволяет, не открывает доступа к сенсорным экранам смартфонов. Вот тут как раз подходит наше оборудование и подходит оно идеально. Я буду рассказывать, значит, на примерах автодилеров, но вы у себя в голове, естественно, можете сами представить, что, извините, это может быть не только автодилер, это может быть и складкое помещение, и какой-то производ, и так далее, это совершенно не важно, потому что на этих примерах будет достаточно просто все понять. Смотрите, обычно бывают, то есть, самый часто попадающийся кейс, это когда у автодилера уже есть какие-то трубки, и зачастую это наши трубки, гигасет, и есть огромное желание перейти на IP-телефонию, потому что он понимает, что так он может и записывать разговоры менеджеров по продажам, не знаю, в принципе контролирует трафик и так далее, в общем, про преимущества IP-телефонии рассказывать, наверное, не буду, потому что целый день говорить, но тем не менее, вот часто бывают такие кейсы, когда он говорит, ребята, хочу, но у меня уже есть трубки, мне с ними желательно расставаться, все к ним привыкли, да и все, в принципе, зачем мне покупать новую, если у меня старую есть. Да, в этом случае наше оборудование подходит идеально, потому что происходит переход в два этапа. На первом этапе, это в идеальной ситуации, на первом этапе размещаются базовые станции Gigaset, на них вешаются наши либо сторонние производители трубки, ну и, собственно, вот и все, вот вы и перешли с аналога на IP. Во втором этапе, который мы тоже ожидаем от заказчиков, когда они понимают, что, да, попробовав особенно профессиональные трубки, они понимают, что там есть и списки вызовов, и возможность перевода звонков и так далее, это сильно упрощает всем жизнь. Они делают второй этап закупок, докупают дополнительные, ну, то есть необходимое количество базовых станций и плюс необходимое количество трубок. И в этом случае они как раз могут воспользоваться нашим предложением по пандлам, когда один deck manager, четыре базовые станции, десять трубок, и вы получаете в подарок deck manager. Это как раз рабочая схема для таких ребят, для тех, кто очень сильно хочет сэкономить. Второй кейс, извините, да, как раз примером, наверное, первого может являться автосоло-мерседес в Москве, несмотря на то, что вроде как бы мерседес, богатая компания, должна, но тем не менее, они пошли путем наименьшего сопротивления инвестициям, а именно используя наши консюмерские трубки с нашими профессиональными базовыми станциями. Ну, осуждать здесь, естественно, никого не будем, но я, тем не менее, надеюсь, что второй этап закупки нас тоже ожидает, когда они, значит, приобретут себе профессиональные трубки GIGASET. Второй этап, второй уровень, наверное, или второй вид автодилеров, которых я встречал на своей жизни, это обычно это двухэтажные здания, либо это два здания, которые находятся рядом с собой или там впритык друг к другу, обычно какие-нибудь, не знаю, какие-то два автодилера или два автопроизводителя, сотрудники которых постоянно перемещаются между этими двумя зданиями, и у которых существует какой-нибудь, я не знаю, проблемная ситуация, например, цокольный этаж или бронестекло между зданиями, или необходимость сделать подсветку или необходимость оставаться на связи в каком-то лестничном пролете железобетонном, такой достаточно сложный кейс. В нем обязательно я вам рекомендую делать радиопланирование, потому что благодаря нему вы сможете избежать наличия вот этих вот мертвых зон, когда человек заходит, я не знаю, там за бронестекло и у него сигнал пропадает, что, ну, естественно, его раздражает, либо на лестничной площадке, когда он идет покурить, или, не знаю, там просто в столовую на обед у него пропадает тоже сигнал. Вот как раз для таких случаев я обязательно рекомендую вам использовать наш чемоданчик радиопланирования, чтобы эти все зоны избежать, либо как минимум предупредить заказчика о том, что такие зоны будут существовать, и в случае, если он не будет инвестировать в базовые станции, то, собственно, порядки гладки. В таких заказчиках возможно использовать оба варианта системы и N720 и N870. Здесь, наверное, нужно все считать, ну, образно говоря, там в Excel, чтобы понять, что для заказчика будет важнее, что для него будет дешевле. Потому что, если, например, смешать наша промо с демо с обычными трубками на 720, возможно, она будет значительно дешевле, чем реализация такой же системы на N870. Но, опять-таки, пропадет возможность объединить несколько кластеров в один. Большой автодилер – это та компания, у которой уже есть несколько зданий. Это та компания, которая понимает, что бизнес их растет, и которая в теории надеется, что у них откроется еще одно новое здание, и которым хотелось бы объединить все три свои офисы или подразделения в одну систему. Что здесь? Здесь подходит, наверное, только N870. Коллеги, я вот здесь привожу пример одного из автодилеров, который мы делали. Для вашего понимания, просто количество базовых станций, трубок и так далее, и сколько это в конечном итоге стоит для заказчика, я все остальное говорю текстом. Значит, их главная проблема в том, чтобы с запуском новых производственных или, не знаю, торговых площадей они могли это все объединить в одну систему. Как раз здесь подходит идеальный N870, потому что все, что требуется для того, чтобы эту систему большую одну создать, это просто разместить дополнительный дект-менеджер, к нему повесить дополнительные базы в любом удаленном отделении. Причем, синхронизация может происходить как по декту, так и по лану, в зависимости от требований заказчика. Такой опыт у нас был, когда заказчику необходимо именно было по лану синхронизировать два своих автодилера. Автодилер сетевой. Здесь мы, наверное, говорим в первую очередь о мейджер авто. Это один из наших тоже крупнейших, наверное, заказчиков сейчас. Их автосалоны находятся и в Москве, и в Санкт-Петербурге, причем количество салонов достаточно большое. Часть мы уже оснастили нашим оборудованием, часть все еще в процессе находится. В таких случаях, если у вас есть на примете какой-то заказчик достаточно крупный либо сложный, как я уже сказал, начиная от необходимости проведения радиопланирования и заканчивая созданием нескольких кластеров и расчетом системы лицензирования, вы можете обратиться к Жене Минаеву, нашему техдиректору, либо к дистрибьютору, у которого вы будете оборудование приобретать, где вам все расскажут, покажут, объяснят, потому что и я, и Женя Минаев, мы достаточно часто выезжаем к заказчику, Женя совместно с вами проводит, например, радиопланирование, у меня есть возможность с ними пообщаться, предложить какие-то там наши аппараты, то есть вы не стесняйтесь, нас обязательно к этим процессам привлекайте, если у нас будет возможность, мы с удовольствием присоединимся. Собственно, вот в такие цифры иногда у нас выявляются проекты, что, естественно, достаточно позитивно, потому что заказчик один, а сумма достаточно крупная, и это для некоторых, наверное, лучше, чем большое количество мелких офисов, разбросанных по всей стране, лучше сработать с одного такого заказчика. И опять-таки, извините секунду, и опять-таки, это не только касается автодилеров, это касается абсолютно всех сфер применения, которых вы можете только помыслить или представить себе. Дальше, второе направление, которое в 18-19 годах выходит, наверное, на первое место по количеству и базовых станций, и трубок, это розничная торговля, причем розничная торговля и DIY, и фудовое направление, просто для вашего понимания, магнит, лента, бахатле, часть магазинов Эссен уже являются нашими, скажем так, пользователями нашего оборудования, если у вас есть какая-то региональная сеть либо федеральная сеть, мы с удовольствием готовы, опять-таки, с ними встретиться, поговорить. Обычно их задача является следующей. У них есть две проблемы. Первая – это, значит, то, что существует две такие проблемные зоны. Первая – это зона погрузки-выгрузки, там обычно достаточно холодно, и там находится еще и холодильное оборудование, которое экранирует, да, и которое не позволяет сигналу равномерно распространяться. И вторая зона проблемная – это, значит, предкассовая зона, потому что там собирается большое количество сотрудников постоянно. Они еще и мигрируют по всей торговой площади. И главная задача, которую они хотят решить при помощи нашего оборудования, это сделать так, чтобы, не знаю, там, сотрудник склада всегда был на связи, его могли набрать, спросить, не знаю, там, наличие или доступность, или приход, или статус разгрузки товара. И при этом, значит, он трубку не потерял, не расколол, и она работала у него при достаточно низких температурах, потому что, скажем откровенно, мы делали планирование как раз в магните, и делали и у озона. Несмотря на то, что это всегда отапливаемые все-таки территории, там достаточно свежо. Наши трубки работают при достаточно агрессивных средах, поэтому с этой сложностью они справляются. Следующее, так, или что-то еще добавить, наверное, стоит здесь, да? Ну, в принципе, с розницей понятно. Складские сотрудники, грузчики, их всегда имеет возможность получить электронную почту на свой телефон, это сильно снижает их затраты на перемещение по всем территориям. Второе, что они, в принципе, могут оставаться на связи или осуществлять звонки, при этом оставаясь на связи и перемещаясь по всей территории. Следующее направление, как я уже говорил, мы недавно начали сотрудничать, то есть недавно начали поставки через одного из партнеров в компании Озон, который как раз является, наверное, идеальным примером складки в помещении или там распределительного центра. И помните, в самом начале я спросил обратить внимание на то, как организовано производственное предприятие. Я уже сказал, да, о том, что есть самопроизводственная часть, достаточно большие склады, где для готовой или продукции, или для сырья, ну, для производства продукции, и плюс еще административное здание, где находится весь административный персонал, от бухгалтерии, не знаю, там до, не знаю, кого-то еще, менеджеров в продаже и так далее. Плюс еще обычно это какая-то там, какой-то КПП, на котором служба безопасности находится, которым, который, соответственно, выпускают или там заказывают пропуска для посетителей. В чем задача и в чем преимущество GIGASET как раз здесь? Во-первых, при помощи микросодовых DEC-систем вы можете пооткрыть все это пространство и сделать его DEC-ready, да, то есть сделать так, чтобы человек мог перемещаться по всей территории без потери сигнала, плюс еще, об этом, наверное, будет чуть позже, забегу, наверное, вперед, скажу о том, что есть возможность размещать наши базовые станции на свежем воздухе, то есть под открытым небом, но, к сожалению, готовых базовых станций таких нет, есть специальные боксы, там будет чуть дальше ссылочка, можете тоже посмотреть. Я вас уверяю, что использование базовой станции GIGASET и, извините, бокса значительно бюджетнее, нежели, например, использовать базовые станции всепогодные или там все внешние базовые станции и прочих производителей. Можете просто на Ямтексе посмотреть, у кого есть производители такие базовые станции есть, сколько они стоят, и опять-таки сравнить стоимость использования бокса и базовой станции GIGASET. Ну, два конца я вам гарантирую. Значит, такие сферы применения, в них какая большая проблема? Во-первых, в них шумно зачастую, во-вторых, в них холодно, в-третьих, это обычно достаточно большая площадь. А для того, чтобы сотруднику склада понять, какую палету ему нужно где сейчас взять, я вас уверяю, что каждый год мы проводим инвентаризацию на нашем складе GIGASET. Я вот с этим процессом очень сильно знаком. Я видел на протяжении целого дня, чем занимаются складские сотрудники. Так вот, на нашем складе они, слава богу, имеют телефон GIGASET, и они прям получают электронную почту, что ряд такой-то, палета такая-то, отвезти к такому-то току. В случае с прочими складами, на которых еще нашего оборудования нет, вы представляете себе, да, человек находится, не знаю, там они группы как-то собираются в курилке, либо там просто отдыхают. Для того, чтобы узнать о том, что ему нужно что-то делать, ему нужно дойти до кабинета, где находится компьютер, там по нему посмотреть свои задачи, не знаю, себе как-то на листок записать, на листе бумаги, там список палет, которые ему нужны. И с другой стороны этих пиццов лежит решение от GIGASET, когда администратор склада просто отправляет сотруднику письмо на его телефон, он на телефоне смотрит, берет шабеллер, и на этом шабеллере едет там, куда необходимо, осуществляет отгрузку. Экономия времени колоссальная. Я вас уверяю, что он будет вам благодарен, если не вот это время осуществится на то, чтобы просто побыть в себе, там подумать, подумать о чем-то хорошем, нежели ходить через весь склад для того, чтобы просто эти бумажечки распечатать. Вторая проблема, которая у них возникает, это пыль. Пыль, взвесь и так далее. Наши трубки защищены, плюс еще у R650 есть такой специальный магнитик, который собирает металлическую пыль вокруг себя. И в течение, ну не знаю, через раз в месяц его можно разобрать, почистить от этой пыли, которая налетела внутрь, если там сигнал начинает угасать. Плюс еще, плюс еще, да, вот складские помещения обычно вот так вот размещаются под потолком базовых станций для рядов, для того, чтобы минимизировать количество базовых станций. Естественно, мы все понимаем, что никто не любит делать дополнительные инвестиции в свой бизнес, да и вообще, в принципе, тратить деньги, поэтому есть уже у нас четкое понимание того, как в каких конкретных помещениях базовые станции размещаются, поэтому не стесняйтесь, есть заказчик, обращайтесь, вам в любом случае регистрирует проект, спрашивайте, мы все расскажем, подскажем, либо мы, либо наши коллеги из эпиматики, ребята крайне профессиональные. Банковская сфера и сфера страхования. Так, немножко надо замедлиться. Коллеги, я думаю, что еще буквально 10 минут и мы сами закончим. Банковская сфера, сфера страхования, тоже два таких направления очень интересных, опять-таки, под него попадает тоже огромное количество, не знаю, мелких офисов, магазинчиков, стройматериалов. Все, что вы видите на первых этажах домов, все вот как раз вот это вот направление попадает, потому что обычно там 5-6 сотрудников, причем, как я уже говорил, половина зачастую из них вообще не требуется им мобильность, они привязаны к рабочему месту и редко куда от него отходят, но тем не менее, вот это вот наше оборудование и в первую очередь, наверное, N510-й как раз оптимально для таких решений. Естественно, мы немножко страдаем от внутренней ганнибализации. У нас есть модель C530IP, я думаю, вы ее знаете, и она нам немножко мешает в этом плане, но питания Попоя там нет, то количество трубок, которые в N510-й, соответственно, там тоже нет, но тем не менее, для СОХа идеально и C530IP подходит наравне с N510-й, но опять-таки, здесь и TR-69, и питание Попоя, там и прочее, 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 чего нет в потребительском сегменте. Здравоохранение, образование, наука. Почему в один кластер все это объединяю? Потому что, скорее всего, там какие-то центральные районные больницы или студгородки, они организованы или, в принципе, существуют по одному какому-то принципу. Обычно это какие-то разнесенные несколько зданий на территории, обычно небольшой этажности, 2, 3, 4, 5 этажей максимум. Так это выглядит студгородок, который я видел, или там какие-то региональные больницы или какие-то больничные комплексы. Что им нужно? Им нужно сделать так, чтобы, во-первых, вся эта система могла быть управляема из-за единого центра, а это возможно при помощи, не знаю, там, N510-й, TR-69-го, а при помощи веб-интерфейса у 870-й. Это возможно и в микросотовых системах. Обычно у них между этими зданиями существуют теплые переходы. Бывают также ситуации, когда этих теплых переходов нет, поэтому как раз используются специальные буксы для наших базовых станций. По-моему, на следующем слайде будет пример, как можно наши базы разместить на улице. Доктора, они обычно перемещаются между этими корпусами, при этом оставаться на линии жизненно зачастую необходимо, поэтому как раз наше оборудование на РДС и подходит. Вот так выглядит этот самый бокс, о котором я уже не раз сказал. Это оборудование рекомендуемое, причем Гигасад не является его производителем. Вот если вы хотите искать напрямую из Европы, то вот, пожалуйста, ссылочка. В России есть, я так понял, что их представитель. Это просто рекомендация, вы можете подобрать аналог без проблем. Это несложно. Что у нас дальше? Частная медицина. Я уже говорил сегодня не раз о этих примерах частных клиник, стоматологических, гинекологических и так далее, в которых уже в очень большом количестве наше оборудование есть, они достаточно динамично растут и развиваются. например, та стоматология, куда я ходил шесть лет назад, это был какой-то небольшой кабинетик на первом этаже дома, теперь из себя представляет весь первый этаж, они там расширили свои сферы влияния, скажем так, привлекли новых сотрудников и так далее. И для того, чтобы не делать двойные инвестиции в бизнес, именно в телефон, при приобретении N670 ее можно апгрейдить, докупить базовые станции и не надо полностью сносить всю систему, а надо лишь при помощи софта модель апгрейдить и базу купить, как я уже сказал. Рекреация, гостеприимство, развлечение. Тоже крайне популярное направление и мне особенно приятно, потому что это было первое направление, в котором был реализован Гигасет мной, ну и в принципе в России Гигасет ПРО. Это достаточно популярно в Москве и Подмосковье загородные базы отдыха, не знаю, там платная рыбалка, ну все, что можешь себе представить. Такие пьяни загородные, где ты семьей можешь выехать, переночевать, сходить в баню, подышать свежим воздухом и так далее. Обычно они из себя представляют какое-то такое небольшое скопление, но на удалении друг от друга домиков, в которых опять-таки можно повесить наши базовые станции, подсоединить в Палану, все при необходимости или при наличии средств, можно покрыть всю территорию этого загородного дома отдыха дектом, и, соответственно, и сотрудники, и ваши отдыхающие смогут перемещаться по территории, оставаясь на связи. Почему это актуально? Потому что все могут сказать, ну что за бред ты говоришь, уже 21 век давно у всех мобильные устройства. Дело в том, что загородом, как я это часто, как я это начал понимать сейчас, достаточно часто очень неуверенный сигнал. Я думаю, что во время самоизоляции многие из вас тоже столкнулись с вопросом качественного интернета и на даче и так далее. Вот у этих ребят проблема такая же. Не до всюду дотягиваются вышки мобильных устройств, мобильных операторов, то есть, извините, поэтому решение ДЭК идеально для них. Опять-таки, у убирающего персонала или, не знаю, там, службы безопасности, которые заказывают пропуска или пропускают, осуществляют допускную территорию, им тоже раздаются эти трубки, приходят на телефон, на ДЭК-телефон им номер автомобиля, он понимает, что да, этот гость в такой-то коттедже запускает его. Ну, в общем, это все достаточно просто, все, в принципе, понятно, я думаю. Я практически уверен, что уже сейчас у вас в голове есть пара примеров, где можно, наверное, наше оборудование применить, поэтому я вас призываю проект регистрировать. Что ж, наверное, на этом потихонечку все, зачитывать не буду, я надеюсь, и так поняли, что Gigaset сделан в Германии, подходит для всех, трубки вообще лучшие на рынке. Коллеги, вам огромное спасибо за то, что вы нашли время сегодня поучаствовать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Коллеги из-за Эпиматики поделятся этой презентацией, если вам необходимо связывать со мной напрямую. Что ж, вам желаю хороших продаж и будем на связи с Gigaset. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok